Почему очень важно различие семейного конфликта и домашнего насилия? В случае семейного конфликта два человека на равных отстаивают свои права. Они могут друг друга бить, они могут друг друга оскорблять, но никто из них друг друга не боится. Когда мы говорим про домашнее насилие, это определенная иерархия. Один человек намеренно контролирует, подавляет и превращает в пластилин второго. И главное, что есть очень коварная вещь, которая называется цикл насилия. После акта агрессии обидчик всегда бросается в колени, в ноги, обещает, что он больше никогда такого не посмеет сделать, и пострадавшая начинает верить, что если она будет вести себя удобным образом для него, то это не повторится, но это обманка, потому что что бы ни происходило, всегда агрессор принимает решение, что является причиной для следующего акта агрессии. Поэтому люди могут ругаться. Это нормальная история про то, что в мире есть конфликты. Так сложилось на работе, дома, с друзьями. Но домашнее насилие, это именно когда один человек другого воспринимает собственностью, стирает все границы. И вот там нужно просто брать этого человека, как вот просто из пожара, и нести к психологу и его самооценку по кусочкам, по кубикам собирать обратно в человека. Все понятно. Ну то есть не всякое насилие, это домашнее насилие. Конечно, конечно. Можно подраться, вы разрешаете. Можно браться, все что угодно. Если в радость, то пожалуйста.